Нефрит не становится ценным украшением без обработки и полировки. В треисловии, каноне трёх иероглифов говорится, нефрит не становится ценным украшением без обработки и полировки, и если человек не учится, он не познает справедливости. Как для создания ценного изделия из драгоценного камня, так и в жизни человека эти слова указывают на важность усердного обучения и совершенствования. Без усилий, образования и саморазвития человек не сможет постичь знаний и мудрости. Если вдуматься, в этом есть глубокий смысл. Если кусок нефрита не обработать, он навсегда останется куском камня. То же самое можно сказать и о человеке. Каким бы умным он ни был от природы, если он не учится всем сердцем, то не познает истину и мораль. Даже если у человека есть хорошие врождённые качества и благоприятные условия, без духовного развития, его душа не сможет подняться на более высокий уровень. Поэтому самосовершенствование и духовная практика играют важную роль в развитии личности и понимании глубоких аспектов жизни. Согласно легенде, в давние времена в Китае был построен очень большой храм. По завершении строительства верующие мужчины и женщины, проживающие рядом с храмом, каждый день молились Будде, чтобы он послал им лучшего резчика для создания величественной статуи Будды. Тогда, по велению великого Будды, на землю спустился искусственный резчик под видом монаха. Резчик остановил свой выбор на одном из двух приготовленных камней, который, казалось, лучшего качества, и начал свою работу. Однако, как только он приступил к работе долотом, камень тут же заскрепел от боли. Резчик посоветовал ему, «Без тонкой резьбы ты всегда будешь невзрачным камнем, так что лучше потерпи». Но как только резец опускался на камень, камень продолжал выть. «Ой, больно, больно! Пожалуйста, избавьте меня от этого!» Резчик не выдержал крика и вынужден был прекратить работу. Он решил выбрать другой, более грубый камень, чья текстура была далеко не так хороша, и начал работу. Несмотря на то, что качество этого камня было хуже первого, тот был глубоко благодарен за то, что резчик выбрал именно его. В то же время он твердо верил, что из него получится прекрасная статуя. Таким образом, несмотря на боль, камень терпеливо и с твердостью выдерживал все преобразования. Скульптор знал, что текстура камня хуже, и для того, чтобы показать свое искусство, он работал усерднее и резал более тонко. Вскоре перед людьми предстала торжественная и величественная статуя Будды. Все восхитились ею и поставили статую на алтарь. Этот храм пользуется огромной популярностью. Днем и ночью над ним витает аромат благовоний, и каждый день туда тянется нескончаемый поток людей. Чтобы облегчить проход увеличивающемуся числу паломников, тот камень, который не любил боль, был использован для укладки дороги, заполняя ямы. Поскольку в прошлом он не смог выдержать боли от резьбы, то сейчас ему приходится терпеть постоянную боль от приезжающих и уезжающих машины людей, видя, как люди с благоговением поклоняются вырезанной статуе Будды, камень, боявшийся боли, всегда чувствовал дискомфорт в сердце. Однажды он с волнением обратился к проходившему мимо Будде. «Великий Будда, это несправедливо!» — воскликнул он. «Взгляни на тот камень. Он по качеству намного хуже, чем я. А теперь он наслаждается восхищением и почитанием людей, в то время как меня ежедневно топчут ногами, подвергая унижениям. Я также страдаю от дождей и солнца. Почему ты так несправедлив?» Будда улыбнулся и ответил. «Возможно, его способности не так хороши, как у тебя, но его слава исходит от перенесенной боли при резьбе и заточки каждого ножа и напильника. Поскольку ты не смог вынести боли от резьбы, тебя может постичь только такая судьба». Конец цитаты. Терпение и труд могут сделать человека великим. Эта история заставляет каждого задуматься о глубоких аспектах жизни. Мэн Цзи, 372-289 г. до н.э. Китайский философ, представитель конфуцианской традиции, говорил. «Поэтому, когда небо возлагает на кого-то великое предназначение, оно обязательно сначала испытывает его волю, терзает его душу, изнуряет кости и мышцы, сталкивает с голодом и лишениями. Резьба делает нефрит более гладким и безупречным, и испытания в жизни могут придать ей яркий оттенок. Практика и самосовершенствование могут очистить жизнь от ненужных примесей, приводя к состоянию возвращения, к истоку и чистоте». У некоторых людей природная основа очень хорошая, в то время как у других плохое понимание. На самом деле не эти поверхностные вещи определяют судьбу человека. Что действительно определяет судьбу, так это то, сможет ли человек принять жизненные испытания с достоинством, тенить возможность повыситься и улучшать свой характер. В мире всё, что устойчиво к износу, будет долговечным, и тот, кто может терпеть мучения, продержится долго. В истории и в наши дни все, кто достиг больших успехов, в большинстве своём прошли через трудности, пережили тяжёлые испытания. Ван Си Джи занимался каллиграфией 20 лет и извёл 18 цилиндров воды, чтобы получить хорошую каллиграфию. Когда Бетховен сосредоточился на игре на фортепиано, его пальцы были горячими от клавиатуры. Он опускал пальцы в воду, чтобы дать им остыть, а затем продолжал играть. Это всего лишь примеры из светской жизни. На самом деле, после прожитых десятилетий, слава и богатство в этом мире являются лишь проходящими облаками. Если не очиститься от грязи в своей душе, никогда не вернуться на небеса. Именно поэтому встать на путь совершенствования и достичь просветления в жизни – это настоящее счастье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова